Родилась я в обычной семье шахтеров, где родители немножко выпивали, немножко курили и жили обычной жизнью, как все стандартные люди того времени. У нас было трое человек в семье, и мама на всех не успевала. Дальше у нас начали происходить какие-то вещи невероятные. То есть отец стал больше пить, череда каких-то неудач и так далее. Он еще больше стал пить, гулять по женщинам, мамы по скалечной скалы не было дома, поэтому с нами с сестрой занималась я. Дети начали делать то же, что и родители. В общем, брат стал употреблять клей, насиловать меня, избивать. Отец избивал маму очень сильно, мы это все видели. Дальше он переключался на нас. В общем, эта жизнь казалась кадрной какой-то. Брат, старший твой? Да. Тебя насиловал? Да. Думаю, где-то продолжалось? Наверное, вот. Какого-то души. Вот. Ну, мне было страшно даже сказать родителям, потому что он говорил, что если ты скажешь, говори, что ты упала. Если ты скажешь, что я трогал тебя, тебе стали еще повредить. Ну, заставлял вставать мне на колени, лежаться перед ним. Также перед отцом, отец, когда приходил, очень сильно злой и пьяный, то заставлял вставать на колени, все просто угрожая тому, что он убьет или забьет кого-либо. Вот. И моя мечта была уехать просто куда-то в другой город, поступить, учиться и начать жить не так, как жили когда-то родители. Я училась очень хорошо в школе, дорабатывала и накопила денег уехать в Кемерово, потому что он был. Но дальше я поступила, я училась, строила карьеру свою, не понимая того, что жизнь моя от этого не изменится. Сначала было хорошо, все. Потом, опять же, некоторые печальные ситуации и на старые, как сказать, больные раны стало еще больнее. Я не смогла с этим справляться. Начала выпивать. Неудачи в гражданских браках, когда я думала, что это брак, потому что родители разрешали. Неудачи в карьере, неудачи в финансах. Ну, со всех сторон неудачи были. И друзей-то не было. И сама по себе была. Родители всегда кричали то, что «мама, что у тебя никогда не будет ни семьи, ничего, ты как было ничтожество, так и останешься». И я так привыкла к этой мысли, я жила за этой мыслью. И чуть дальше, тем хуже. Днем я всем показывала, что я горда и независимая, так как этому учили, и работодатели, и все вокруг. А вечером, приходя домой, я охлакала и пила. Не понимала, что с этим делать. И дальше стало все хуже и хуже на душе. Я начала искать выход. Я первое, что сделала, наверное, это книги по психологии были. И обратилась в психобольницу с вопросом о том, могу ли я здоровый человек, ну вот у меня проблемы с психикой. Мне были приезжать к лечиться. Мне сказали, что это будут антидепрессанты. Но в будущем это вызовет привыкание. Дальше это были, вот это был, помню, Симарон. Это позитивная психология, и фэн-шу, и что только не было. И даже покупала, огромные деньги тратила на знаки зодиаков и камни рождения. Что якобы они принесут какую-то силу изменению в моей жизни. Это были очень дорогие камни, я скажу вам, а не камень, но больше трех тысяч тонн. Это все находило деньги. Но дальше я взрывалась в кредиты и так далее. Я понимала, что это уже такая кама была, из которой я не могу вывести. Мне нечем платить, но при этом я пила. Я приходила одна домой, у меня не было уже ни друзей, никого. У меня была подруга, которой мы как-то работали в одной организации. И я понимала, что она не похожа на всех. Она мне не рассказывала о Боге, но она была очень не похожа на других. Где другие орали, кричали, пытались унизить, она пыталась ободрить. И я понимала, что она какая-то не особенная очень. И как-то она пригласила меня в церковь. Я сходила в эту церковь, и я поняла, что она совсем не православная. То, что я подумала честно и искренне от сердца, я подумала, что это общество дебилов, лимбецилов, танцующих, непонятно поющих. Мне так плохо, а они радуются здесь. Но в то же время появилась зависть, мне захотелось так же. Меня позвали на домашнюю группу, где я поняла, что, наверное, меня там обыкрадут, заберут все, что у меня есть. Но на тот момент почему-то я не подумала, что у меня ничего нет. У меня забирать ничего. Моих вещей, верхней одеждой. Потому что я ареновала, живет она. Спустя время уже, это был 2002 год, 2003. Спустя время, очень долгие годы, в 2013 году я покаялась. До этого очень много раз было случая на улице, когда ко мне подходили люди и говорили о Боге, что мне нужно к Богу в разных местах. Это касалось моего сердца, я понимаю. Однажды я помню такую ситуацию, когда просто дома кричала. Я тоже в очередном гражданском браке, что мне нужно к Богу, мне нужно в церковь. Но все решили, что я сейчас за клиничка. И как-то у меня это успокоилось. И спустя время, я однажды, будучи на работе, просто у меня уже столько тяжело, настолько было, что я просто начала на всех кричать, кидаться, орать, вытереть. И мне начальница сказала, что не нужно говорить то, за что придется, о чем потом придется пожалеть. И я поняла, что я уже ничего не понимаю, что происходит вокруг. Но это как будто я не здесь нахожусь. В тот момент я поняла, что мне нужно очень исповедоваться. Мне никто на меня не давил, никто меня к этому не принуждал. Я знала, что у нас есть женщина верующая. И как раз она была, как выяснилось, из этой же церкви. Я пришла к ней, привыкла, что нужно очень много обрядов совершать, чтобы причаститься, исповедоваться. Я сказала, что нужно сделать, я готова на все. На тот момент я была готова на все. Я рассказала, ничего, просто нужно принять Иисуса. Я не понимала, как это. Но я готова была на все. Мы приняли молитву покаяния, покаялась. Мне стало настолько легко. Я не представляла, что с ними произошло. Мне говорили, что я сестра. Так радовались тому, что Бог радуется теперь, что моя жизнь изменится. Но я тогда ничего не понимала. Мне просто стало легко. И спустя время моя жизнь пристала меняться. Пусть не сразу было легко, было много чего непонятного, было много сомнений. Но я решила не отступать. Я уже поняла, что если хотя бы здесь мне что-то помогло, то нужно за это держаться. И не отступать. Далее, в моей жизни начались чудеса. Долгое время я до Бога сказала о том, что моя мечта уже в последнее время была покончить жизнь с убийством. Это было дважды. Я пила таблетки, запивала их водкой. И дважды получалось, что у меня один раз откачали, второй раз тоже там хотели. Но слава Богу, соследователи, что они не подозначили, чтобы это была желтая карточка. Но вот как-то так вот он решил меня. И первое мое чудо было, когда я когда-то проснулась после маритвы, после церкви я пришла, и я поняла, что я хочу жить. Что это настолько искреннее желание. Я увидела свет другими глазами. Я увидела, что деревья зеленые, небо голубое. И что я, в принципе, счастливый человек. И дальше проходило еще многие чудеса. Исцеление лестницы в детстве, наверное, упадало. Исцеление произошло, спина перестала болеть. Врачи долгое время не могли с этим справиться. И уколы, и так далее, ничего не помогало уже. Я отчаялась, опустила руки, но вот чудным образом в один день так же не стала еще молеть просто. Спустя время у нас наладились взаимоотношения с родителями. Я полностью поизменила образ жизни. Я поняла, что это не было. Перестала пить, курить. Перестала материться. Мне стало это неинтересно. Мне стала интересна другая музыка. Совсем другой образ жизни. Я поступила на педагогические. А мне интересны стали дети. Мне очень захотелось, чтобы их жизнь, наверное, не стала нахожа коня. И сейчас я замужем. Хотя когда-то пророчествовали мне совсем другого. Говорили о том, что будет все иначе. И я это говорю не для того, чтобы люди побежали все даже в церковь сразу. Большая моя мечта, если мне это помогло, чтобы и другим это помогло. Чтобы люди узнали, кто есть Христос. Потому что именно помог не просто Бог, но Иисус. Который мне стал другом. Которому я стала обращаться в любые моменты. Когда мне тяжело или радостно. Я знаю тот, который никогда мне от меня не отвернется. И только благодаря Ему я стала на ноги и пошла. И только благодаря Ему уже три года. Больше даже. Больше трех лет. Я живу и радуюсь. И самое главное, что невозможно не купить за какие деньги, что дает Господь. Это мир на сердце. Я получила мир. Все. Спасибо.